ребятушки мои привет я тут по долгу работы оказалась на такой станции значит то есть это не далеко от чертозы это такое такая часть милана которую я еще вам не записывала вот смотрите здесь интересно и вот тогда вот ворота видите и там написано я до этого уже приходилось то там написано что это значит и зуеты здесь вставляете типа что отдана это типа что и злит и злитов но они как бы здесь какой-то как бедным типа помогает тоже ведь очень интересно да видите как так все тут типа что-то парка или что-то но там написано сам строение но я что там ничего не видел ники строений короче ребятушки вот эта штука называется вилла пиццони можете посмотреть по карте я уже на нее обращала внимание вам говорила что это недалеко от чертозы я хотела здесь и уже эти наши эти штуки я уже хотела здесь когда-то записать вот но как бы вы понимаете что я везде ездила у меня не было я немножко милан скажем так оставила я хотела бы вам подавать его смотрите как здесь хорошо можно посмотреть вот это вот смотрите да верхушку церкви сейчас свет позволяет вы поглядите да все наши все эти миниатюры все наши линии там эти восьмиугольники видите восьми такие ну как как бы мы восьмиугольные фигуры все как бы в нашем стиле сейчас вам покажу купол большой который вообще офигеть и но посмотрите да но так как поднимаете как можно подумать что это кто-то строил человек вот просто я уже сказала что церкви не буду снимать но здесь интересного посмотрите какой крест еще интересно посмотрите кстати да тоже как бы теперь если купе моей теории посмотрите как будто растет сама видите как бы показано нам что сама что-то из-под земли растет вот и крест я думаю что это не какое-то мне солнце не земля ничего не небо это мне кажется вообще какая-то . как деление всего ну это мои такие вас посмотрите какая крыша кстати мне сказали что крыша база золотая раньше там кстати вот но никак не видно там еще есть как это не просто чешуя а там как будто бы они как линии такие как листики кстати эти и вот недавно совсем стало но теперь это покрасить мне сказали что она была золотой раньше вот я все больше убеждаюсь в том что крест это просто намек намек на геометрическую фигуру понимаете что вот как вот 2 до 2 как я вам говорила уже как у нас деление идет плода 248 до удвоение я блин это смотрите вот зачем вот кому то вот такое делать да как это я когда мотиваторов слушал ребятушки да вот сейчас просто две недели потратила на мотиватор можно было зайти в эту церковь но знаете вы уже прекрасно знаете что посмотрите опять вот как будто вывод как половые органы женщины до репродуктивные или же это как скелет такой там видите скелетру скелетру да вот я уже как бы церковь для меня уже как открытая книга давайте посмотрим что-то за рисунок галька как обычно видите вы наши эти столбы тут мы все как бы не вот квадрат сути да за свистой если таки из давите какая звезда красивая стеканечная прям правильная вот эти все галька пятушки может быть это действительно знаете как я вам говорю что я когда вам рассказывал что как у меня сейчас я вам покажу эту стену тоже интересно когда я вам рассказываю как у меня заживало посадите кирпич идут как у меня заживало это ожог вообще не было кожи ничего а потом начали образовываться островки и от островков и понимаете просто отходили нити на самом деле и вот нити сначала сначала как звездочки они были натурально просто как звезды и тяжут вообще мрамор и потом я просто вот 7 летним ребенком я наблюдала как вот идет мне строительство кожи сначала у меня появились как бы просто папу рыжки язвочки такие потом от них нити какие-то потянулись вот и в итоге все это потом зарастало потом пленка появилась и вот понимаете может быть эти все церкви которые значит вот мы видим они как бы вот эти как островки роста я не знаю как это от них потом идут как эти называются типа метастазы натурально метастазы это живот вы знаете когда я видела какого трак разрастается также у меня просто зарастал моя кожа только у меня было много таких вот этих вот раковых как бы таких островков от которых потом какие-то нити так тянулись и то есть они представляете вот просто ведь это же тоже ведь смотрите это же само собой никто-то не пришел не какой-то там человек не строил у меня там кожу то есть меня образовались вот эти вот фигу фигушки и потом в один день раз нити протянулись а потом раз сразу пленочка образовалась вы понимаете видите какая стена да и вот там очень странно там я не знаю по идее туда можно зайти на и стала заходить может нельзя снимать не знаю кстати здесь кирпич вот это знаете ребятушки может быть вам сегодня это не очень интересно будет но это уже как бы хотя бы пробные мои моя работа после недели ничего не делали понимаете чтобы уже войти в рабочую обстановку вот посмотрите сколько здесь замазывали видите да вот вчера я вот это видео поставила где я говорила что как бы с кирушкой разговаривала что познакомила с этим дедом ну как познакомилась я его уже знаю пять лет просто я с него я узнала что у него ведь опять же зачем вот такие доделать зачем вот делать такую стену вот 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 зачем свогнутости да кому это надо сюда вот зайти и это не то что там кирпич не доложили так она уже была сделана видите вот он и копальщик да это дед я уже знаю пять лет просто никогда не знала чем он занимается а у них сами знаете они работают до смертного адра адрада то есть у него как бы сейчас сына заправляет но он все время там и вот он рассказывает что он тут все перекопал и вот там где я вам показывал эти штуки выросший он сказал что он там откопал кашину но вообще честно говоря я естественно когда с ним первый раз об этом говорила я уже просто поняла с этими старикашками нужно держать ухо востро и особо им не задавать вопросов я притворилась что и мне особо не интересно но я его под ловлю завтра я как раз и должна поехать уже с утра вставать снимать эти как тоже как бы раздвоение кирпича обсойти с эти да вот и и и может быть я попрошу ну хоть как то что-то мне рассказать не знаю они ребятушки ужасно не хотят говорить на камеру даже если без лица с ними это видите куда стена идет это это просто ну вообще бесполезно они почему-то сразу бояться что их тут что-то им тут прилепят видите вот как и церковь идут летушки это значит часть она находится между гарибальди и чертозой у нас чертоза у нас совсем где-то тут недалеко я хочу сказать вот но сейчас у меня просто уже нету времени идти на накладбище но не волнуйтесь там леночка все хочет чтобы я не волнуйтесь я обязательно туда туда схожу вот смотрите здесь как интересно вот туда куда мы сейчас пойдем там будет это наша станция поезд такой мне нужно ну удобнее обзорить какие здесь дома страны да мне нужно значит здесь взять поезд вот который нет везет гарибальди там я возьму метро по-другому не нельзя вот смотрите вот эта штука вот эта штука представляете идет под под перроном еще сам покажу вот но я туда не пойду потому что мне нужно на поезд поэтому мне нужно с 10 вот вы видите наша стена идет видите смотрите здесь наши линии видите а сейчас вам покажу стену тут тоже посмотрите такое чувство что вот этот канал как бы давите стена она уменьшается это как бы с канал получается хотя его построили здесь как просто дорогу как будто здесь тоже как бы вода была так и напрашивает посмотрите какие дома страны посмотрите какой там все заделано в сайте и держится все на честном слове ребятушки но не падает вы поглядите какие-то какие-то трубы дадут и там свете и бочки такие трубы ой знаете все наслаждаюсь не хватало мне это не хватало я уже пусть я уже сегодня немного сниму но я мне это не хватало этики дома страны тут вообще непонятно окно было не не было и вот и стена видите и вот тут тоже идет стена сайте просто не могу видеть и поглядите здесь вообще какой смотрите какой огромный выросший колодец за цити офигеть кстати там прямо выпирает кирпичная стена опять вот это да вот что это да в сети и вот эта стена кирпичная значит все наша стена видите как и везде говорю ребятушки это как признак я уже когда вижу это и вот вот эти вот 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 вы понимаете о чем вот это вот для меня когда-то было началом как бы колодца трубы а потом вот выросло в эту стену потому что они слишком одинаковы и везде и мы уже сколько мы уже их рассматриваем сколько мы уже последида какая тут уж истина страны сколько мы уже все во всех городах где только бы не были места городах сколько мы это уже не встречали вот посмотрите здесь дверь такая тоже да посмотрите какая стена с эти просто полукругом идет и вот эти стены никто не нигде не рассматривать видите здесь тоже же посмотрите линии все наши стены господи какая классная палка новая вообще и вот мы идем посмотрите какая стена здесь это просто вот не зря посмотрите как кирпич положить так как положен вырос вырос положено я говорю что ребятушки мои разговоры не для всех не для всех но показываю я вещи интересные как бы познавательны для всех но разговорами не для всех не самой плохо от того что я говорю может быть понимаете смотрите какой дом странный вообще кстати кстати какой дом странную что так вот строить и вот такие вот странным ужасно какой-то вообще кривой его смотрите вот идет стена видите вот здесь тоже какой-то типа как завод как обычно да всегда вот этих этих значит станций как бы не метро поездов вот вы смотрите какая стена кстати кстати эти видите эти кайна вообще по сравнению со мной какая она кривая видите и так идет все полукругом как арена до заметили и двери тут такие а там вообще я так понимаю что то там школьная и посмотрите как уже глубоко идет канал да видите он он опускается среди он опускается и идет плоды представляете под под станции вот эта станция у нас сейчас мы дойдем смотрите какая здесь страшная стена да эти питающий скелет эти тут вообще все очень странно и вот идем и тут наша дырка посмотрите хоть и стена к чувствую что это как будто бы вообще это тюряга были но это скорее всего поле на тюрягу это не похоже это скорее всего то что-то поля для спорта вот идет стена видите и вот все это я говорю что это вилла пиццони я на нее давно уже смотрела но у меня не выходила видео это явно стена вот там видите где где этот бугор это вот почему я иду сейчас кстати я блин жалко не одела свои кроссовки видите посмотрите как идет уже глубоко да это почему я иду видите это тоже это тоже как бы кусок от стены да здесь скорее всего это все видите к церкви принадлежит здесь все как бы у церкви часто бывает это видите видите смотрите церкви часто бывают спортивные площадки видите посмотрите это туннель идет под под железной дорогой видите вот это очень интересно стеки а тут вы посмотрите пустое какое-то поле да выглядите вот так вот сейчас я приду покупать билетик чтобы мне доехать видите как идет земли видеть и тут пуст пусто и закрыто чтобы наверняка ну хотя там можно ходить мне кажется не знаю и чтоб никто не упал ну ладно мне сейчас нужно будет идти я хочу вам показать кстати как как быстро далеко опускается жалко там сотрите посмотрите как глубоко опускается с эти посадите как глубоко ну какие здесь пустоты милане вообще сайте эти как я далеко спускаюсь вот понимаете уже сам факт того что от милане и и и и и поезда и метро существуют это уже конечно все так вот посмотрите сейчас я куплю билетик сейчас посмотрим что там такие поезда 17-22 17-28 17-28 а вот порта гарибальди 17 33 через пять минут ребятушки вот ну ладно я сейчас пока прекращаю видео а потом если что-то еще интересненько я включу